Приветствую всех! Начинаем трансляцию третьего этапа EDC. Здесь в Венгрии, Моряпоч, Трэйквуд, Рабокс и Ринг. Уже традиционно четвертый раз здесь проходит этап чемпионата Восточной Европы по дрифту. Около 30 пилотов заявленных были в класс про EDC. 22 пилота прошли квалификацию. У нас сегодня будет ломаный топ 32. Итак, 22 место занял представитель Беларуси Дима Нагула, совершив энное количество досадных ошибок, в том числе благодаря тому, что утром была очень дождливая погода, и как раз к началу квалификации начало подсыхать местами, и пилоты не совсем привыкли к какому треку. 37 баллов, 22 место Дмитрий Нагула, 53 балла. 21 место представитель Швеции Андреас Описан, 55 баллов. 20 место Венгер Маги Артамаш, Исмо Тенюа, Финляндия, 56 баллов. И 19 место. 18 строчку занимает Лукаш Смолинский из Польши, 64 балла. 70 баллов ровно. 17 место Гирда Рарес, Румыния. Итак, 16 лучших пилотов. 16 место, 74 балла Амон Оливер, Венгрия. Поляк Павел Росик, 15 место, 74-33. 75-33, еще один представитель Венгрии, 14 место Шабо Силард. Мартин Банович, поляк, 13 место, 76-33. 76-67 баллов. 12 место Тенес Варри Петер, Венгрия. Бенедиктос Чирбэй из Литвы, 78 баллов и занимает 11 место. 10 место Венгрия Варга Атпила, 79 баллов ровно. 79-33, поляк Барташ Столарский и 9 место. 8 место занимает Томаш Батари, Словакия, 81 баллов ровно. 84 балла Беларусь Сергей Сак и седьмая строчка. 6 место Андрюс Василяускас, представитель Литвы, 86-50. 87-33, 5 место Лады Аттила, Венгрия. Итак, топ-4 сегодняшней нашей квалификации. 4 место, 88 баллов Мантас Кульвинскас, Литва. 3 место Иво Лидо, известный как Иво Цирулис, Латвия, 89 баллов и 3 место. Павел Трелло, поляк, 2 место занимает 89-67 и 89-83. Местный любимчик Венгер Грозингер Жолт. 1 место в квалификации 3 этапа EDC, который проходит сегодня здесь на трассе Рабокс и Ринг. Фестиваль, трек. Можно назвать эту локацию таким дрифтовым раем, потому что всем пилотам очень он нравится. К сожалению, в эти выходные чуть-чуть погода испортила общую картину, потому что с утра начался лить дождь, еще до обеда, даже до 3 часов осадки не прекращались. Но пока трасса подсохла, и мы надеемся и очень рассчитываем, что больше мы не увидим мокрое дорожное полотно данного трека. Пока небольшая пауза. Пилоты, которые попали, прошли в топ-32, поедут на старт. Пока я могу объявить пилотов, которые будут ехать друг с другом. Как вы поняли, 10 пилотов, они автоматически попадают в топ-16. Это Грозингер-Желт попадает туда. Следующая пара Томаш Батари и Барташ Столарский автоматом попали в топ-16 и поедут друг с другом. Матас Кульвинскас, Леди Аттила, Павел Трелла также попадают в топ-16. Сергей Сак и Варга Аттила попадают в топ-16 и поедут друг против друга. Иго Цирулис и Андрюс Василяускас также в топ-16. Пары в топ-32. Амон Оливер в Венгрии против Гирда Рарес, Румыния. Мартин Банович в Польше и Магер Тамаш в Венгрии. Темес Варри Петер в Венгрии и Андреас Оприсон в Швеции. Следующая пара. Два поляка Павел Росик и Лукаш Смолинский. Шабо Силерт из Венгрии поедет против Исмо Тейнила. И Бенедиктов Чирба Литовец поедет против Беларуса Димы Нагулы. Ну что, буквально, я думаю, в течение пяти минут мы начнем парные заезды. Оставайтесь с нами. Ну что, первый парень заезд, вы видите. Это Амон Оливер и Гирда Рарес. Пытается Рарес догнать, но не совсем получается. Только к финише он смог подкратиться к своему сопернику. Итак, второй заезд, восстановка. Амон Оливер на таком очень интересном автомобиле для дрейса. 222-й Мерседес справляет со своей задачей намного лучше, чем его соперник. Ждем решения судей, но я уверен, что в ТОП-16 мы увидим уже Амон Оливер. Номер 93, кто тебе делает? Да, подтверждают судьи мои догадки. Номер 93 побеждает Амон Оливер. И там его уже все-таки ТОП-16 ждет победитель квалификации Грозингер Желт, тоже венгер. Итак, второй заезд. Тема Свари. Петер из Венгрии и Андрея Соприсен из Швеции. Два БМВ. Мы видим, что Швед отстает даже после подстановки. Расстояние огромное просто и никак у него не получается догнать пилота из Венгрии. Мне даже такие заезды не очень комментировать. Интересно так же, как к вам и смотреть. Итак, пилоты поменялись местами. Заезды продолжаются. Андрея Соприсен едет первым. А Тема Свари Петер его преследует. Тоже поставился Петер. Но тем самым сокращает расстояние. Непонятная перекладка у него очень... Получилось. Ну и здесь чуть ли не до контакта доводит. Может быть даже был контакт. Итак, Тема Швари Петер побеждает в данном заезде. И в топ-16 его ждет его соотечественник Ладий Аттила. Следующие пилоты на старте. Венгер Сабо Силард номер 3 и Исма Танила из Финляндии. Итак, заезд начался. Финн едет вторым. Два корпуса перед перекладкой. И не совсем у него получилось. А скорее совсем не получилось у него перекладка. Ну и он полностью проигрывает данный заезд. Ждем пока пилоты станут на старт. Поменяются местами. Исма Танила и Сабо Силард. Силард сейчас поедет вторым. У него абсолютное преимущество в первом заезде. Финн не справился со своей задачей. И наделал очень большое количество критических ошибок. И венгру нужно просто... По минимуму даже хватит его проезда, чтобы попасть в таблицу топ-16. Третьего этапа чемпионата Восточной Европы и DC. Здесь, в Венгрии, уже традиционно в четвертый раз. Треквуд в городе Майяпокс. Если это можно городом назвать. Это маленькая деревня с населением до 2000 человек. Но, тем не менее, на данный фестиваль всегда собирается около 4000 людей. Мне передали, что едет другая пара. Мартин Банович. Едет первым. Отрывается уже в зоне постановки. Кстати, Мерседес, который, вы видите, дизельный. Ну и вы сами видите, Магер Тамаш никак не может догнать своего соперника. И опять же, с большим преимуществом, пока в этом заезде лидирует Мартин Банович из Польши. Итак, второй заезд. Магер Тамаш едет первый. И Мартин Банович за ним. Оставляет безопасное расстояние, потому что он намного быстрее. Мы видим и на входе, и по ходу всего трека. На расстоянии к корпусу держится Мартин. Достаточно профессионально. Здесь уже, видим, приближается по максимуму. Синхрон есть на перекладке. И, несомненно, в этой паре Мартин был лучшим. И попадет в топ-16. Где его ждет один из лидеров литовского чемпионата Мантас Кульвинскас. Следующая пара Дима Нагула из Белоруссии и Бенедиктос Чирба из Литвы. Итак, старт дан. Бенедиктос Чирба едет первым. Дима Нагула. Непонятно. Он вроде бы очень близко ехал на разгоне, а потом на постановке отстал. Здесь приближается, хотя по внутренней траектории. Шире, чем Чирба. И теряется он в дыму. Странный разгон. Странный разгон получился очень. Итак, старт дан. Постановка есть. Чирба также далек. Рассинхрон. Расстояние огромное. Только в конце пытается догнать, но также его не видно в дыму. Будем ждать решения судей. Очень неоднозначный заезд. Судьи после долгих размышлений наконец-то вынесли решение. Полный перезаезд, как я и говорил. Напомню, что в первом заезде из Матейнила проиграл полностью Сабо Силар. Вот мы видим этот заезд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не ошибиться здесь на перекладке. Он это делает и... Очень-очень хорошо себя здесь показал в этом заезде. Пилоты на старте. Дым сейчас развеется. Судьи дадут команду старта. Смотрим. Дима Нагула первый. Бенедиктос Чирба второй. Очень много корректировок у Чирбы. Он теряется. Рассихрон и... И разворот. Диме Нагула нужно только доехать. И мы его увидим в ТОП-16 где Дима Нагула поедет против Андрюса Василяускаса. Очень интересный заезд будет. Еще один литовец. Один из лидеров литовского чемпионата. Победитель второго этапа EDC в Каунасе. Дима Нагула Итак, у нас уже известен список ТОП-16. Крозингер Золт поедет с Оливер Амон два венгра. Томаш Батори из Словакии и Бартош Столарский. Мантас Кульвинскас из Литвы поедет против Мартина Бановича. Атил Лаладий венгер поедет против своего соотечественника Петера Темасвари. Дальше смотрим. Павел Трелло из Польши поедет против поляка Павела Росика. Здесь чуть ошибка со стороной. Сергей Сак из Беларуси поедет против венгра Атила Варга. Иво Лидо из Латвии поедет против еще одного венгра Сабо Силард. И Андрюс Василяускас из Литвы против белоруса Дима Нагула. Интересные пары достаточно. Я думаю, что ближе к ТОП-8 вообще будут заезды, от которых будет захватывать дух. Ждем, смотрим, болеем. Оставайтесь с нами. Ну что, уважаемые друзья, продолжаем нашу трансляцию. Совсем скоро начнем ТОП-16. Пилоты уже на старте. Я продиктую пилотов, которые попали в таблицу ТОП-16. Грозингер Жолт и Амон Оливер. Два венгра. Томаш Батар из Словакии против Бартоша Столарски. Мантас Кульвинскас из Литвы против поляка Мартина Бановича. Два венгра опять же Лады Атила и Темас Варри Петер. Польский тандем. Следующая пара Павел Трелло и Павел Росяк. Сергей Сак из Беларуси поедет против венгра Варга Атила. Иво Лидо иво Цирулис из Латвии поедет против венгра Сабо Силард. И литовец Андрюс Василявскас поедет против Димы Нагула из Беларуси. И первая пара это Грозингер Жолт и Амон Оливер. Пилоты стартуют. Немаленькое расстояние. Догоняет. Посмотрите каким образом. Но очень большая коррекция. Засейвился и здесь уже испугался сам своей скорости. Сильно накосячил на перекладке. Но так или иначе держит такое терпимое расстояние. Но по итогу заезда однозначно победитель квалификации сегодняшнего этапа Грозингер Жолт имеет преимущество. Судей или мы увидим это будет наверное сенсация пока Амон Оливера дальше в топ-8 или же скорее всего будет перезаезд потому что Амон в свою очередь очень-очень сильно ошибся и на постановке в первом заезде и во время перекладки выравнивание большое. Ждем решения судей. Как я и говорил предполагал будет перезаезд в паре Амон Оливер и Грозингер Жолт а пока следующая пара на старте очень красивая картина на фоне заката стартуют пилоты и прямо даже после респект зоны Трелла отрывается достаточно сильно конечно же по опыту эти пилоты очень разнятся и Павел Росик ну никак никак не может противостоять своему соотечественнику и расстояние прямо наверное я не знаю 8 корпусов это говорит о том что абсолютное преимущество в данном заезде у Павла Треллы Трелла за весь этот викенд показывает себя очень сильной стороны у него очень хороший настрой на тренировках показывал близкий агрессивный дрифт посмотрим как у него сложатся тандемы парной заезды ну и пожелаем удачи итак стартуют пилоты Павел Росик первый и Павел Трелла второй Трелла оставляет чуть расстояние на входе и сразу же после постановки начинает догонять расстояние в полтора корпуса после перекладки он ее сокращает но мне кажется что Трелла может ехать и ближе итак смотрим перекладка Сихрон есть и здесь очень близко даже не дожидаясь решения судей можно предположить что Павел Трелла проходит топ-8 у нас первый пилот уже известен в топ-8 поздравляем Павел Трелла итак старт непонятно что-то что происходит видимо была нарушена процедура старта итак старт Сергей Сак едет первый Варга Атила едет за ним зона постановки опаздывает опаздывает чуть-чуть с перекладкой Варга Атила но с большего проехал неплохо я думаю что так или иначе преимущество Сергея в этом заезде итак пилоты стартуют Варга Атила едет первый Сергей Сак будет его преследовать респект зону проехали зона постановки Сак ставится ближе есть синхрон на перекладке держит хорошее хорошее расстояние выравнивается с Сабо Стилар а это Варга Атила прошу прощения и здесь чуть Сак отстает будем ждать решения судей итак Сергей Сак в топ 8 и поедет против Павла Треллы следующая пара Петер Тамас Варри и Ляди Атила два венгра на старте уже ждут отмашку стартера итак Ляди Атила первый на супле с мотором от Мерседеса редко где такое увидишь пока его соперник очень неплохо к нему пристраивается ну и здесь Ляди Атила совершает критическую ошибку перетормозил и чуть не заглох наверное я не знаю 10-0 в пользу Тамас Варри Петра в этом заезде итак старт Томаш Батари первый Барташ Сталарский второй У Сталарский ЛС мотор с компрессором или с турбиной то есть надутый видим после перекладки он насколько близок уже к своему сопернику щемит его к стене перекладка есть синхрон очень-очень неплохо проехал Барташ Сталарский я его считаю одним из фаворитов сегодняшнего этапа посмотрим как сложится судьба его в заездах будем ждать возврата пилотов на старт поменяются местами и посмотрим сможет ли Томаш Батари показать такой же красивый дрифт который попытался нам показать Барташ Сталарский пилот из Польши ну что продолжаем нашу трансляцию пилоты на старте маршал дает команду старта Барташ Сталарский первый едет смотрим разгон очень неплохо поставился Томаш Батари потом выровнялся очень сильно и отстал уже синхроны на перекладке нет хотя очень старается но к сожалению пока по итогам двух заездов я уверен что мы увидим Барташа Сталарский топ 8 ждем команды судей не будем спешить это всего лишь мои предположения и суди говорят о том что я еще чуть-чуть понимаю о том о чем говорю Барташ Сталарский топ 8 четвертого этапа третьего этапа EDC 2015 здесь в Венгрии Маряпоч Треквуд соперником Барташа будет победитель пары Грозингер Жолт и Амон Оливер у которых будет перезаезд уже начинает темнеть итак пилоты на старте Дима Нагула и Андрюс Василяускас Диме Нагуле очень сильно надо постараться потому что Андрюс за весь уикенд показал себя только с хорошей стороны агрессивная езда близкая резкая хорошая постановка смотрим отстает отстает Дима Нагула на на первой дуге пытается дальше чуть по внутренней траектории догнать но у Андрюса конечно очень быстро автомобиль и ездить он умеет на ней так как нужно 900 лошадиных сил напоминаю под капотом автомобиля у Андрюса Василяускаса и Дима Нагула просто не может его догнать и так второй заезд Дима Нагула первый Андрюс Василяускас второй мы видим что Василяускас ближе на постановке хотя хотя может еще ближе чуть ошибается на перекладке отстает с маленьким углом начинает догонять ну и не тот заезд который мы ждали от Андрюса будем ждать решения судей заезды два очень неоднозначных поэтому судей придется попасть чтобы принять правильное решение на постановке чуть ближе потом он отстает по внутренней траектории судей передают что Василяускас выиграл хотя мог сделать это намного убедительнее итак Андрюс Василяускас топ-8 пилоты стартуют его ставится широко Сабо Силлер по внутренней траектории пытается догнать совершает ошибку выравнивается очень большая коррекция ну и до сих пор расстояние не самое лучшее его фурулис проезжает около стены прямо в притык тем самым дает возможность своему сопернику себя догнать но у Сабо Силлер это удается только-только в конце около финишной линии пилоты поменяются местами сейчас посмотрим как в качестве преследующего пилота поедет Иво Цирулис или как он зарегистрировался сегодня используя свой псевдоним Иво Лидо в заезде Леди Атил и Темас Варри Петер и вы помните Супра после перекладки заглохла у нее техсход и Темас Варри Петер проходит топ-8 а пока продолжаем заезд Сабо Силлер и Иво Лидо Иво держит безопасное расстояние хотя может ехать ближе но видимо не хочет рисковать на стадии топ-16 здесь отстает чуть переуглил после перекладки перед перекладкой ждем решения судей не без ошибок проехал здесь Иво Лидо но в первом заезде по моему мнению Сабо Силлер совершил еще больше количество ошибок Иво Лидо попадает топ-8 судьи объяснили это тем что он выполнял полностью судейское задание как я и говорил в первом заезде проехал везде широко около стен и дал возможность пилоту преследующему подъехать к нему хотя тот не совсем этим пользовался во втором заезде его соперник проехал все по внутренней линии на старте Мантос Кульвинскас и Мартин Банович мы видим старт подъезжает после постановки близко Мартин и сразу же ошибается сейвит машину дабы не въехать в стену ну естественно ни о каком синхроне говорить не приходится хотя здесь Мантос Кульвинскас тоже едет не по линии траектории посмотрим сейчас повтор вместе с вами сразу же после постановки чуть позже ставится Мартин мы видим он подъезжает и то ли пугается чего-то то ли выезжает уже за линию теряет контроль над машиной ну и дальше все пошло не по тому плану по которому он рассчитывал пилоты сейчас поменяются местами кстати напомню что следующий финальный этап EDC чемпионата восточной Европы 2015 пройдет здесь же в Венгрии на треке Хангару Ринг Хангару Ринг трек где еще буквально месяц назад прошел очень интересный этап Формулы 1 я думаю что вы все будете с нами в эфире и уверен что с интернетом у нас там будет все в порядке и мы сможем выйти прямой эфир а пока следующая пара зона постановки очень далеко ставится Кульвинскас даже не знаю что произошло но на разгоне он вроде бы неплохо разгонялся но дальше но дальше проехало все ужасно 5 корпусов это непростительно для пилота такого уровня как Мантас Кульвинскас ждем решения судей возможно будет волно тайм потому что в первом заезде Мартин Банович также ошибся в первой половине трассы и это тоже очень критическая ошибка потому что давать выигрыш в двух заездах где два пилота могут ехать хорошо и два пилота сильно ошиблись не совсем иногда легко и порой некорректно ждем решения судей так я и говорил снова я думаю что мы можем уже судей не ждать решения судей перезаезда в этом заезде абсолютно то же самое что вы уже слышали от меня повторил Мантас Кульминскас то есть Мантас Кузьмарский спрошу прощения главный судья и DC на протяжении многих лет судят кстати вместе с Максимом Миллером и судья из Румынии Фуориан которого вы многие знаете как Тенку Дрифт ждем пилоты выезжают на перезаезд у нас еще осталась пара пара перезаезд Грозингер Жолт и Амон Оливер вот они стартуют опять же Амон Оливер очень старается сокращает расстояние здесь чуть нету синхрона хотя во второй половине трассы он дает поволноваться своему сопернику Грозингер Жолт который традиционно на этой трассе показывает себя с очень хорошей стороны победитель квалификации и можно сказать Амон Оливер от которого не ждали такого заезда пока пока вытворяет какую-то сенсацию он добился перезаезда и сейчас в этом заезде не на все сто процентов конечно но проехал наверное больше чем от него ожидали вот смотрим повтор он во второй половине трассы уже находился на таком неплохом расстоянии есть синхронная перекладка кстати этот мерседес в 202 кузове он настолько аккуратный и такой девственно покрашен что мне показалось что пилот вообще первый раз выезжает на ней на трек в дрифт потому что мы знаем что дрифтовые корчи они порой как лицо хорошего боксера они не могут быть без шрамов без поломанного носа или как не бывает борцов без поломанных ушей да ну что ждем белоты меняются местами амон оливер на мерседесе в стиле дтм середины 90-х и его соперник грозингер желт на с15 и так пилоты стартуют грозингер желт чуть ближе на постановке и дальше начинает догонять но отстает опять такая же перекладка как было в первом заезде здесь он чуть-чуть ближе синхрон есть сложно будет принять решение потому что заезды получились достаточно равными напомню в первом заезде данная пара уже добилась решения судей полного перезаезда крозингер желт побеждают в этом заезде судей вынесли решение я уверен что очень с небольшим преимуществом мы знаем а нет еще не знаем полную таблицу топ 8 еще мантас кульвинскас поедет с бановичем перезаезд а грозингер желт поедет с Бартышем Столарский люди готовы стартуем мантас кульвинска съедет первый Мартин Банович за ним уже на разгоне отстает очень сильно Мартин Банович ну и даже не знаю что вам рассказать мы пока видим одиночный заезд мантаса кульвинскаса здесь кульвинскас практически полностью соблюдал линию траектории поэтому в принципе к нему вопросов нет смотрим разгон после разгона такое ощущение что Мартин отпустил гад интересная информация приходит от судейска первом заезде 0-0 потому что мантас кульвинскас сбил конус который мы с вами не видели он опять сбил кстати вторым пилотом конус хотя едет здесь ближе выравнивается и я думаю если Мартин Банович сейчас доедет до финиша он это делает мы увидим Мартина Бановича в топ-8 где его ждет уже Петер Те Масвари в топ-8 Продолжение следует... 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 Ну что, пилоты стартуют, Андрис Василяускас, первый первый пилот, который проходит в топ-4, и его соперника может стать победитель пары Сергей Сак, Павел Трево. Судьи до сих пор не вынесли решение, и вот нам сейчас передают Андрис Василяускас, подтверждая мои слова, проходит в топ-4. Итак, пилоты стартуют, Грознингер желт, Барташ Сталарский за ним, очень близко ставится Барташ Сталарский, держит расстояние, чуть сгазится, корректируется Грознингер желт, но вы видите, как Барташ справляется с ошибками своего соперника, держит его в корпусе от себя весь заезд, и нас с вами держит напряжение, но и несомненно в этом заезде, конечно же, преимущество у Барты Косталарский. Я, как и говорил, считаю одним из фаворитов сегодняшнего нашего этапа, победитель финального этапа EDC 2015 Брно, Барташ Сталарский из Польши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Итак, второй заезд. Бартыш Саларский в зоне постановки. Розенгер Жолд также близко ставится к нему и совершает ошибку. Не подрасчитал он темп, поставился в корпус и, дабы не ударить, отстал. Хотя едет тоже очень-очень неплохо. Только в самом конце, мне кажется, он уже с маленьким углом. В дыму не очень видно. Сейчас попробуем на повторе это заметить. Смотрим повтор. В зоне постановки Грозенгер неплохо ставится, но не подрасчитал он все-таки ту скорость, с которой нужно нырнуть, дабы стабильно держать все расстояние. Но, тем не менее, заслуживает уважение местный пилот. Ждем мы решения судей. Судя мне просто принять решение в данном заезде, потому что, в принципе, они были достаточно равными. По моему мнению, Барташ был более стабилен. Он выдерживал одинаковое расстояние на протяжении всего заезда. И Мантос Кузьмарский сейчас прямо передает в рацию, подтверждая снова в очередной раз мои слова. Барташ Сталарский с небольшим преимуществом проходит в топ-4, где будет ждать своего соперника из пары в топ-8 Мартин Банович и Петер Темасвари. Итак, следующая пара пилотов. Сергей Сак из Беларуси и Павел Трелло из Польши. Пилоты уже на старте. Итак, Маршал дает старт. Заезд Павел Трелло и Сергей Сак. Посмотрите, как близко поставился Сергей и потерялся. Потерялся он засейвить машину. Ну и не получается. Не получается Сергей Сак. А Павел Трелло очень сильно настроен. Очень круто проехал. Быстро заставил своего соперника ошибиться. Подписывайтесь на наш канал. Пилоты поменялись местами. Сергей Сак поедет первый, Павел Трелло второй. Напомню, что Андрюс Василяускас уже ждет победителя данной пары в ТОП-4. Это будет так или иначе очень сильный заезд. Естественно, увидев первый заезд, мы понимаем, что очень большие шансы попасть в ТОП-4 у Павла Трелло. Он опытный пилот, не упустит свой шанс, который ему настолько легко подарил Сергей Сак. Хотел проехать очень близко на постановке. Он отстал на разгоне в силу, наверное, мощности автомобиля или технических каких-то возможностей. Потом поставился слишком близко и ошибся, ошибся. Судя так долго смотрели, не погасился ли Трелло после постановки по системе ДЭМС, которая у нас есть. Мы видим любые технические данные, скорость, угол в любом месте на треке. Ну и видите, в этом заезде Трелло едет такой сейв-ран. Не рискует абсолютно. Хотя, опять же, в последней дуге непонятно, он ехал внутрь и в дыму не очень видно. Смотрим повтор. Спасибо за субтитры Алексею! Судя, я уверен, что Павел Трелло проходит ТОП-4. А вы видите предстартовую зону, где пилоты ждут своих заездов, нервничают. Судя передают, что, опять же, смотрели данные системы ДЭМС электронного судейства и выносят решение. Павел Трелло проходит ТОП-4. Не видели они ошибку в первом заезде. Старость у Трелло в той зоне, где Сак ошибся, такая же, как в первом заезде, так и во втором. Следовательно, он никаким образом не подставлялся и проехал корректно. Просто Сергей Сак перестарался и не смог выдержать то расстояние безопасное, которое нужно для того, чтобы проехать трассу. Итак, мы знаем пилотов ТОП-4. Андрюс Василяускас поедет против Павла Треллы. А Бартер Сталарский ждет своего соперника в паре Мартин Банович и Петер Томасвари. Вот они сейчас на старте. Вот так Стардан, Томасвари, Петер первый, Мартин Банович второй. На постановке Мартин приближается и начинает чуть отставать, хотя держит неплохое расстояние. Перекладка. Ой, ой, что происходит на перекладке? Он нырнул в корпус и вообще съехал с нужной траектории. Но при этом не потерял своего соперника. Итак, дан старт. Второй заезд последней пары ТОП-8 Мартин Банович и Петер Томасвари. Не совсем понятно разгонялся Мартин Банович, мне кажется. Петер Томасвари сильно отстал. Петер Томасвари сильно отстал. Петер Томасвари сильно отстал. Парных заездов в топ-4, где всего 4 пилота попадают из 30, 4 лучших, и я надеюсь, что мы увидим самые крутые заезды именно в этой стадии соревнований. Выиграл Петер Темасвари в этом заезде. Судьи долго смотрели заезд, опять же, наверняка пользовались данными, которые предоставляет DEMS, Drift Event Management System, так называется, система, которая разработана специально для серии EDC. В следующем году мы будем внедрять ее еще больше, рассчитываем внедрить ее в трансляцию, и вы уже будете видеть эти данные у себя на экране. Сейчас небольшой перерыв, пока пилоты топ-4 готовятся. Напомню, что Петер Темасвари поедет против Барта Костоларски, а Андрюс Василяускас против Павла Треллы. Маршал Старта дает отмашку. Павел Трелла первый, Андрюс Василяускас второй, не отстает на разгоне. Должна быть близкая постановка. Посмотрите, как Василяускас до контакта доводит. Чуть ошибается Андрюс Василяускас. Ну и проигрывает в этом заезде, хотя очень агрессивно и красиво был настроен. Я вам уже говорил, стоит ожидать от заезда в топ-4 именно таких бескомпромиссных, близких заездов. Андрюс Василяускас не подрассчитал расстояние и пнул, пнул буквально говоря Павла Треллу. Подъехал к механикам проверить машину. Смотрим повтор. Но здесь в последней части трассы уже смотреть особо нечего. Я думаю, стоит еще раз посмотреть на этот красивый вход, постановку, синхронную, близкую. Ну вот, смотрим. Близкий разгон. Андрюс старался не отпустить быстрого жучка, который славится с очень большой скоростью. И задел, задел он. В принципе, в том же месте, где и Сергей Сак ошибся с Павлом Треллой. Но здесь видно, что Трелло не терял ход. Ехал с одинаковой скоростью всю эту дугу. И не тот пилот Павел Трелло, который готов каким-то образом подставлять или нечестным путем выигрывать. Итак, судьи дают старт. Андрюс Василяускас первый, Павел Трелло второй. Непонятно, что на разгоне происходит. Останавливаются пилоты. Не была соблюдена процедура старта. На респект-зоне пилоты сбили конусы на шикане. Поэтому перезаезд старого заезда. Пилоты быстро отреагировали. Итак, даст старт. Отстает чуть на входе Павел Трелло, потом начинает догонять, но не так близок, как может. Вот здесь после перекладки ныряет практически в корпус Андрюс Василяускасу. Хотя можно и чуть ближе ехать, но Андрюс очень быстр. И Павлу, наверное, лишний раз не стоит рисковать, зная, что в первом заезде у него абсолютное преимущество в заезде. Ждем очевидное решение судей. Ну и судя передают, Павел Трелло попадает в финал. Андрюс Василяускас поедет в паре с проигравшим в другой паре топ-4 Петер Темасвари и Барташ Сталарский. Андрюс Василяускас будет бороться за третье место. А в финал выйдет победитель той пары и будет сражаться с Павлом Треллой. Итак, следующая пара выезжает. Барташ Сталарский и Петер Темасвари. Итак, старт Дан. Барташ Сталарский отрывается даже уже перед входом в оцениваемый участок. Хотя Петер Темасвари неплохо догнал и очень отстал на перекладке. Выровнялся. Сложно ехать за быстрым Барташем Сталарский. В попытках догнать его можно ошибаться. И так же поступает Петер Темасвари. Ну и максимальное преимущество в данном заезде у Барта Сталарский. Смотрим повтор. Не мог догнать даже на разгоне. Петер поставился чуть уже и позже. И не смог, наверное, выдержать эту инерционную скорость перед перекладкой. И уже перед перекладкой он отстал сильно. Ну и дальше догнать много, я не знаю, многосильную автомобиль Барта Сталарский, которого около 1000 лошадиных сил. Очень-очень трудно на этом Е30 с позапрошлого века. И так, данный старт. Второй заезд. Петер Темасвари едет первый. Барташем Сталарский второй. Хорошее расстояние выдерживает Барташем. Хотя может он ехать ближе. Но, видимо, он едет уже на победу. На перекладке чуть ошибается. И я думаю, что слишком сейв-ран от Барташем Сталарского. И хочется его наказать за такой сейв-ран. Понимая даже, что в первом заезде твой соперник наошибался на все 100%, не нужно таким образом ехать с таким сильным пилотом, как Барташем Сталарский. Судьи передают, что не наказали они Барташем Сталарский. И он побеждает в этом заезде, попадает в финал. А Петер Темасвари поедет с Андрюсом Василяускасом за третье место. Третьего этапа EDC 2015 здесь, в Венгрии, Моряпоч. Продолжаем. Начинаем финалы. Борьба за третье место. Андрюс Василяускас и Петер Темасвари в зоне постановки. Мы видим, не может догнать Петер Темасвари. Очень большое расстояние, хотя Андрюс Василяускас едет очень быстро и агрессивно. Адрюс Василяускас. Продолжение следует... 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 Чуть притормаживает на... На постановке... При этом Барток Соларский... Не на таком уже и близком расстоянии... Теряется на перекладке... И... Я думаю, что в этом заезде Павел Трэлла набирает преимущество. Посмотрим сейчас повтор. Очень быстро сегодня Трэлла. Мы смотрели данные электронной системы. Максимальная скорость входа именно у него. На стадии ТОП-32 129 км в час. А 127 км у Андрюса Василяускаса. И видно, что даже Барток Сталарский с своим тысячесильным Ниссаном не может догнать быстрого Павла Трэлла. Пилоты поменяются местами сейчас. И второй заезд финала. Стартуем второй заезд. Барток Сталарский первый. Павел Трэлла второй. Финал третьего этапа чемпионата Восточной Европы. Трэлла держится на близком расстоянии. Зона постановки. После перекладки Трэлла ближе. Держится хорошо. Будем ждать решения судей. Но я предполагаю, что Павел Трэлла занимает первое место. Барток Сталарский второе. И третье место Андрюс Василяускас. Так или иначе ждем решения судей. Павел Трэлла. Играет request. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok